у меня стояла орхидейка все у нее было хорошо росли листочки корневая хорошая вдруг она начала засушивать листья и листья начали сохнуть из серединки и вот листик начал отпал один этот вот самый не вот здесь рост тоже видите как он желтеет желтеет серединке если б с краешку желтел было бы другая ситуация здесь наверняка начала подгнивать шейка нужно посмотреть чем дело я бы могла все это зачистить но решила показать все на камеру чтобы было подробно все видно и результат остался на камере орхидейки листья плотные нигде ничего не мягкое ничего все в порядке вот этот листочек тоже ветер начал желтеть сейчас нужно будет зачистить шейку и добраться до основания посмотреть в чем проблема корни у нее в порядке начнем зачищать шейку я ее не мочила шейку ничего не опрыскивала я не люблю опрыскивать свои растения но что-то пошло не так либо влажность воздуха либо резкий перепад температуры осень зима либо сквознячок ну чешейку надо посмотреть и зачистить для этого нужно снять мне листики так не хочу чтобы она там черная была ну уже как будет горшка и вынимать не буду не поддается сухой листик аккуратненько не спеша листочек за листочком буду зачищать шейку не абсолютно пока сухие никакого гниения я не вижу ну пока посмотрим надо вглубь добраться вот смотрите я сняла этот листочек и вижу здесь чернота видите сами листья показали что орхидейки есть какая-то проблема этого оставлять так нельзя нужно дать очистить до основания до живой ткани то что я сейчас и пытаюсь сделать если оставить она просто будет гнить и не гнить и про нее дальше можно конечно вынуть из горшочка и будет легче это все делать я попробую сначала так вынимая из горшочка пинцетиком аккуратненько пока сухие листики мог на сего нет трудновато удается во всем такими долгими движениями меленькими кусочками нужно зачистить все чтобы не отрывать ваше внимание не занимать я наверно отключусь и покажу вам результат я решила наверно достану все таки корневую постелю салфеточку достану корни здесь секрет эти ниже тоже листочек пожелтела в этот листочек тоже нужно убрать вот этот корень обрезать это была реанимашечка на вид у нее корешочки были нормальные стволик нормальный цветоносик отцвел я не помню какого цвета данный момент не важно то такие листочек снимаю смотрите пополам разрезал разорвала и теперь в одну сторону нужно между корешками вынуть листочек вот так и в другую он начал желтеть поэтому нет смысла его держать мне нужно добраться до основания посмотреть в каком месте проблемка пинцетом я тут не смогу нужно только потянуть рукой вот где где был листочек черноты нет значит она выше начала гнить у самого окончания вот здесь где обычно торфяной стаканчик я его вынимала тоже гниения нет но подсохла вся корневая вообще засохла это можно будет даже срезать вот беломен вот сухой вот ведь снимается одним словом реанимашка есть реанимашка больше ничего говорить не надо берете здоровую орхидею она вам служит немного дольше но со временем может тоже превратиться в реанимашку а может и нет вот у нее был цветонос в этом месте теперь зачищаем дальше спирта у меня не оказалось у меня есть салициловая кислота она тоже содержит спирт я ее взяла для того чтобы обработать секатор и обрезать лишние корешки все равно они уже ничего для растения делают так я обрабатываю антисептиком можно перекисью водорода можно спиртом можно любым спиртовым раствором теперь берем и обрезаем лишние корни сейчас покажу какие вот этот сухой абсолютно корень он не нужен а ножнички обрабатывают для того чтобы не было еще какой-то инфекции дополнительно вот этот корень сухой абсолютно не нужен вот этот корешок можно удалить вот они сами показывают какие корни не нужны они сами отмирать начинают со временем а более сильные корни остаются и виламин остается вот этот корешок еще обрежу возле листика который эти нормальные все эти все нормальные корешочки вот здесь где видите где цветонос и в этом месте начала идти чернота вот это место нужно обязательно зачистить и ваш вот эти чешуйки убираю пинцет я тоже обрабатывала а после того как я зачищу орхидейку инструмент обработаю и спрячу так чешуйка за чешуйкой все очень медленно делается вот чернота показалась листик снимать не хочу надо будет удалить этот цветонос пониже для того чтобы намазать фундазолом антисептиком росла себе все в порядке потом буквально за два дня неделю она у меня простояла дома орхидея сажать ее в кору не буду я ее поставлю на водяную систему наверное придется этот лист убрать как мне не жалко надо убрать чтобы добраться до этого основания посмотреть как там у нее дела можно было бы так срезать подсушить и она нарастит новые корни вот есть места где выходят корешочки вот видите наверное я оставлю сейчас вот это место буду срезать вот у меня есть такой ножик и его тоже спиртовой салфеточкой обработаем и приступим обрезаем до живой ткани черноту снимаем эти какого глуп она пошла чесим и обрезать не хочу здесь очень хорошая корневая ей будет легче адаптироваться вот выжить обрежу поглубже с пинцетиком достанем весь процесс вам показываю он конечно долгий длинный но зато один раз увидеть и сами будете все делать делать сейчас я постараюсь срезать цветонос тоже его нужно хорошо срезать так как он почернел вот так все из-за цветоноса не в пазухе листиков почернела ничего сам цветонос пошел дал гниение дальше цветоносом все вынимаю надо листик убирать ладно уберем не будем жалеть для этого разрываем пополам мне нужно добраться до серединки и смотрим ох 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 какая там чернота посмотрите все черное под листиком все черное вот это кусочек листика остаток надо вынимать так как он мог не мокрый свеженький и начнется выделение сока продолжится гниение если бы не было черноты можно было бы эти сухие листики и не вынимать а так как она показала что ей не хорошо я решила что поделю эту орхидею на две части так как видите пенек в этом месте пересыхает я оставлю 2-3 корешочка для орхидеи остальные корни посажу субстрат и будем ждать детку другого выхода нет сейчас в каком месте вот здесь обрежем вот эту часть будем лечить а этот пенечек посажу субстрат ярослав орхидейка смотрите какая корневая хорошая стволик тут не загнишь ничего он еще мощненький может что-то даст и будем наблюдать за этим результатом вот этот корешочек обрежу так как он на изгибе переломался и соки уже не так поступают как хотелось бы вот у меня в конце субстрат я сюда посажу помещу корешочки поглубже и засыплю пускай растет и будем наблюдать за ним потому что мы посмотрела зачищать нигде ничего не нужно оно пошло повыше возле цветоноса много не надо засыпать верхняя часть пускай будет открыто на салфеточку я высыпала все извините сегодня я поливать не буду так как я срезала и повредила кое-где вот эти повредилась это нужно обработать перекисью пока я буду продолжать зачищать верхнюю часть этого растения видите в каком состоянии ну здесь достаточно будет ей для того чтобы наращивать новые корешочки вот это место фундазольчиком все обработаем и поставим ее на доращивание корней сажать в субстрат не будем вот такое количество мусора пришлось убрать с орхидейки зачищая ее убрать листочки некоторые корни это все нужно выбросить подстелим салфеточку чтобы было видно теперь я беру перекись водорода у меня такая она в пшиковке и обрабатываю всю корневую где порезы это место где я зачищала от черноты все обрабатываю и оставлю немного подсушиться и этот корешок пенек который я буду ждать детки тоже нужно на перекиси все трещинки обработать пенек убираем с ним сегодня делать ничего не будем фундазолом мазать не будем на нем на нем черноты такой не было чернота осталась на верхней части растения теперь я вам покажу как разводить фундазол фундазол вот я высыпала с пакетиков в баночку и он у меня хранится в баночке закрытая вот сухом виде рассыпки перри беру такую емкость стаканчик все должно быть одноразовое желательно так как это химия беру ложечку одноразовую намного не надо дальнем случае пол ложечки не хватит теперь сюда нужно добавить немного воды чтобы получить кашеобразное состояние совсем немного наверное даже переборсил много переборсила но ничего и размешиваем много воды и темы нужно убирать добавить фундазол возьму еще фундазола у меня его хватает на другую крышечку так как я переборщила с водой и вот это разведенный фундазол налью сюда и смешаю мне нужно густенькая теперь я беру закроем баночка чтобы не попала влага у меня есть кисточка беру кисточку растение уже от перекиси подсохла и намазываю нижнюю часть вот этот срезки срезом очень очень хорошо с этой стороны зеленая не буду мазать только там где черные пятнышки вот эту часть где я до живого обрезала надо хорошо обработать как хорошо получилось кашечка ну прям налилась в эту ямочку сейчас я подержу пусть подсохнет все а сами корни мазать не нужно только те места которые я обработала зачистила до живого и кое-где где черная корни мазать не нужно все ждем пока подсохнет чтобы орхидейку не сломать пока она подсохнет можно стаканчик с водой вот такие поставить вверх ногами и она себе подсыхает и никому не мешает орхидея подсохла теперь можно взять стаканчик которым будет стоять мархидея я взяла такой матовый стаканчик он тяжеленький наливаем него воды вода отстоянная из фильтра и помещаю сюда орхидейку желательно ее по поместить до такого уровня чтобы сама шейка не касалась воды только корешочки можно один корешочек 2 но шейка чтобы ни в коем случае не дотрагивалась до воды и так будем наблюдать за этой орхидейкой я ее поставлю не на солнце на тумбочку окно напротив здесь будет стоять пенечек и орхидея которые спасали от гнили неожиданно спасибо всем за внимание оставайтесь вместе со мной и будем наблюдать за результатом этой орхидейки до свидания и и и и и и и и и